МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Агрокурьер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Техника и не теле за средства гранта. В Самарской области продолжают действовать меры поддержки для начинающих и семейных фермеров. Как дела обстоят у кошкинских агростартартеров? Дешевле, экономичнее и эффективнее. Поля Самарской области в качестве удобрения начали обрабатывать безводным аммиаком. Как по-новому готовиться к посеву озимых, покажем в этом выпуске. Владимир Тараненко без села свою жизнь не представляет. Родился в семье доярки и электрика, сам работал трактористом. Но в какой-то момент понял, что нужно начинать свое дело. Сначала открыл крестьянско-фермерское хозяйство, составил план его развития и уже в этом году получил грант «Агростартап» в размере 4 миллионов. На них приобрел в том числе 18 племенных нетелей. С 2012 года начал свое увеличивать и увеличивать скотину. И решил ферму. Ферму поставил, ферму поставил, нужно поголовье. Поголовье поэтому пошел на грант. Я понимаю, я мог бы это развиваться и без гранта. Мог бы. Одну-две головы в год. Одну-две головы в год. Пока я это стадо разведу, эти составятся или их браканут просто. В 2020-м на развитие своего хозяйства было выделено 12 грантов «Агростартап». В прошлом году 14. В числе победителей была и Светлана Элекина с мужем. На полученные средства приобрела 11 коров, навозоуборочный транспортер и трактор. Мы технику купили, трактор, чтобы завозить кор, погрузка, где что, везти, привезти, техника косить. Всю работу выполняет навоз, вывезти всю работу выполняет техника. Преимущества еще больше, когда фермер планирует вступить в кооператив. Если часть гранта вложить в неделимый фонд, то его размер может быть увеличен с 5,3 миллионов до 6,4 соответственно. Создан один кооператив. Этот процесс сейчас идет. Я думаю, к новым месяцам закончится. Успешно трудятся крупные хозяйства. У нас производственные сельские кооперативы. И фермерам для того, чтобы успешно конкурировать, лучше все-таки объединяться в более крупные предприятия. Гранты выделяются в рамках нас проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Он инициирован президентом страны Владимиром Путином. Развитие животноводства – приоритетное направление в сельском хозяйстве региона. Особое внимание уделяется фермерам и сельской кооперации. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в регионе проживают активные и предприимчивые люди, и им нужно дать возможность реализовать себя. Количество желающих принять участие в конкурсе с года в год растет. И большое спасибо, конечно, государству, которое оказывает подобного рода поддержку. Потому что агростартапы – это не только увеличение поголовья, это еще и создание рабочих мест и значительный вклад в социальную составляющую развития и муниципального района, и всей Самарской области. Производство молока в Самарской области возросло. Крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели внесли свою лепту, так же, как и крупные сельхозорганизации. 289 гектаров. В следующем году на этом поле будут собирать кукурузу. Чтобы царица полей росла поистине в царских условиях, почву удобряют безводным аммиаком. То же самое делают на поле под яровую пшеницу. Всего в планах внести удобрение на площади в тысячу гектаров. Через вот эти ромашки, которые обледенелые, поступают к каждому отдельному сошнику, скажем так. И каждый сошник идет на глубину порядка 10-15 сантиметров. Владимир Вершинин – главный агроном Бормы. Показывает на пальцах новую технологию, которую в этом году внедрили перед посевом озимых. Минеральное удобрение обогатит почву, даст рост растениям, частично победит сорняки и некоторых вредителей. Мы пытаемся внедрить, идти вперед к повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур. Не только по кукурузу, но и по зерновым в том числе. Аммиак по отношению с селитрой на порядок 1,5-1,6 раза дешевле по себестоимости получается на гектар. Да и эффект удобрения в виде гранул не всегда дает ожидаемый. Такой азот часто не сохраняется в почве и не доносит полезные свойства до растений. Ну если будешь стоять на месте, то долго не устоишь, упадешь. Поэтому мы стараемся развиваться. Вот в нашем агрохолдинге «Зерно жизни» Борма как пилотный проект. Посмотрим, что получится у нас от этого, от внесения безводного аммиака. Какие результаты получим, какую экономию. Все новое, хорошо забытое, старое. Технологию внесения в почву безводного аммиака ученые разработали еще в 80-х годах прошлого столетия. В земле газ равномерно распределяется во все стороны. Соответственно, площадь действия гораздо больше, чем у удобрений в гранулах. По значимости, инновационности и масштабам этот проект сопоставим с внедрением нулевой технологии обработки почв. Редактор субтитров А.Семкин